Их открытие связано с Японией и с рисом. В Японии издавна была известна такая болезнь, которая по-японски называется баконоэ. Точный перевод, что-то вроде глупые растения, были и другие эпитеты у таких растений. Соминоэ, тощие дурни, если так более-менее точно перевести, и даже юрей привидения. Не очень лестные эпитеты, ясно, что такая болезнь сильно досаждала японским крестьянам, поскольку урожай они теряли. И вот стадии этой самой болезни баконоэ. Слева здоровый рис, посередине баконоэ это стадия полигания. Когда они действительно вытягиваются, у них нормально не образуются семена. И последняя стадия, кстати говоря, уже стадия низкорослости, где действуют не гипереллины на это, а больше выделение фузаровой кислоты, тем же самым патогеном. И патоген был обнаружен японским работником сельскохозяйственной станции Шатара Хори. Вот еще даже в 19 веке выявил причину баконоэ. Нашел вот этот вот гриб гиберелла фуджикурой. Он был назван, но сейчас, в настоящее время, он переклассифицирован в фузариум фуджикурой. И этот гриб поражает разные растения. Вот, например, на рисе мы видим еще поражение листьев, которые возникают на разных стадиях. Поражаются генеративные органы. Вот, например, он на хлопчатнике вызывает антракноз хлопчатника. Может поражать подорожник и другие объекты. Оказалось, что вещество, которое выделяет этот гриб гиберелла фуджикурой, точнее, теперь уже фузариум, является растительным гормоном. То есть, влияет на рост растяжения, вызывая удлинение междоузли. Вот это очень известная картинка про гибереллины. Точнее, капуста, которая имеет повышенное содержание гибереллинов. И вырастает до таких существенных размеров. Гибереллины действуют в первую очередь на интеркалярную милистему. Она же вставочная. Поэтому важна для роста, естественно, злаков. Но и не только злаков. Собственно, удлинение междоузли, например, обычных, древесных растений, тоже связано с синтезом гибереллинов в листьях, которые находятся в узлах над ними. Идентификация структуры гибереллинов была проведена в Японии. Исходно в Японии выделили из этого гриба третий гибереллин ГК-3. У вас, наверное, возникает вопрос, почему первый выделенный гибереллин является третьим, а не первым. А вот некий гибереллин, изолирован аж в 58-м году в США из огненно-красной фасоли, он почему-то имеет номер один. Обратите внимание, тут история, на самом деле, интеллектуальной собственности. Дело в том, что Япония была достаточно сильно изолирована даже еще в первой половине XX века. И эти разработки были в Японии, гибереллины были известны, как-то они публиковались в своих журналах, но на мировой уровень это не вышло. А потом случилась Вторая мировая война. Япония, как вы знаете, оказалась в числе побежденных. И япония, так сказать, американцы получили довольно много трофеев из Японии. Вот одним из трофеев были гибереллины и разработки, связанные с ними. То есть вот эти вот информации, сами гибереллины попали в Америку, дальше их там как бы переоткрыли. И видите, уже после войны их выделили тоже. И американцы, поскольку публиковались в журналах на английском языке, которые читали во всем уже мире, они сделали свою нумерацию. У них это стал первый гибереллин, а японский, соответственно, третий. Первый там, второй, соответственно, открыли, а этот третий. Ну, на самом деле у первого и третьего очень мало отличий. Видите, тут всего лишь в двойной связи. А так практически близнецы. Гибереллинов, сразу скажу, довольно много известно на данный момент структур. Ну, в общем, более 50 штук. И их продолжают нумеровать, открывая. Гибереллины вызывают, как мы поняли, растяжение клеток. Но причем растяжение неравномерное, как раз, так сказать, вытягивание в образование таких прозенхимных клеток по форме. При этом, видите, если, например, этилен вызывает какой-то тоже, в общем-то, рост растяжения вроде как, но при этом рандомная ориентация микротромочек приводит к тому, что возникает утолщение. То есть клетка растягивается как-то во все стороны одинаково. Вот мы знаем, что один из эффектов гормона этилена – это утолщение. Вот, а гибереллины вызывают растяжение. Но механизмы иные, нежели у ауксинов. Считается, что они активируют рост клетчатой стенки посредством ксилоглюкан-эндотрансгликозилаза, который действует в первую очередь на ксилоглюканы. Ну и сейчас последние исследования показывают, что на самом деле гибереллины и ауксины часто, так сказать, идут рука об руку, и гибереллины часто организуют поддержание роста растяжением, которое там размечается, например, гормоном ауксином. Гибереллины пробуждают спящие почки, и это обычно, как бы сказать, сезонное явление. И после пробуждения гибереллины вызывают бурный рост растяжения. Там, где, например, мы знаем, что весной побеги, особенно каштана, очень быстро растут, распускаются почки, и прямо такие уже длинные они, большие. Это происходит за счет действия интерполяронной меристемы, поскольку гибереллинов становится много в этих пробуждающихся почках. Кроме того, они синтезируются в листьях вот этих молодых и поступают в нижележащие узлы. Вот это вот почечное кольцо, где узлы очень сильно сближены, оно начинает вот так вот выстреливать между узлиями. То есть они как складной стаканчик начинают вот так вот, или телескопическая трубка начинает так вот раздвигаться, отъезжать друг от друга. И получается длинный такой побег. Гибереллины, да, я хотела тоже сказать, что при пробуждении спящих почек гибереллины вызывают снижение абсциссовой кислоты, гормона покоя как раз. Они находятся в противофазе, и в противофазе, опять же, они находятся в случае прорастания семян. Гибереллины вызывают прорастание семян, да, при этом гормон покоя, содержание гормона покоя резко снижается. Вот пример, да, такой для однодольных, хотя в двудольных тоже гибереллины участвуют в этом процессе. Есть запасающие вещества семени, в данном случае в эндосперме. Для того, чтобы их мобилизировать, требуются ферменты. Если это у нас крахмал, например, то нужна альфа-амилаза. Но в покоящемся семени ничего не синтезируется, собственно, процессы транскрипции, трансляции, они не происходят. Обычно в семени накапливаются даже МРНК для вот этого этапа пробуждения, для того, чтобы как можно быстрее можно было синтезировать нужные ферменты. Но для этого нужен сигнал. Сигнал поступает от зародыша. Зародыш имеет сильно видосмененную структуру листового происхождения, которая называется щиток. Через щиток поступает гибереллин, поступает в эндосперм, поступает в аллероновый слой, слой живых клеток, в котором начинается синтез альфа-амилаза. Альфа-амилаза поступает обратно в эндосперм, и происходит мобилизация углеводов, то есть крахмал гидролизуется, и сахара поступают к самому зародышу, обратно через щиток. Значит, надо сказать, что гибереллины работают и при цветении, но роль их на самом деле довольно сложна. Для процесса цветения в долгие годы и у нас и за рубежом искали некий гормон. Этому гормон дождали в свое время имя, антезины, думали, что вот-вот-вот, сейчас скоро откроем гормон цветения. Ничего подобного. Годы шли, гормон цветения так и не удавалось открыть. Оказалось, что, во-первых, разные растения цветут согласно разным механизмам. У некоторых есть еще фотопериодическая регуляция цветения, у некоторых фотопериодической регуляции нет. Гибереллины в ряде растений участвуют в этой сложной регуляторной сети инициации цветения. Гибереллины совершенно точно участвуют в образовании оси соцветия, но не самих цветков. А что касается гормона цветения, то на самом деле его место занял целый комплекс коротких пептидов, которые регулируют начало цветения. Причем часть этих пептидов берется не из меристемы, а берется из уже зрелых листьев и поступает туда наверх. Зачастую вместе с гибереллинами запускаю этот процесс. Всего лишь один из примеров я приведу, я его выбрала, мне он очень нравится. Это история про глубоководный рис. В англоязычной литературе называется deep water rice или floating rice, значит, плавающий рис. Это рис, который растет на глубине более одного метра. Надо сказать, что часть пассивных площадей в Юго-Восточной Азии занята именно таким рисом, не по прихоти людей, которые это все устраивают, а просто потому, что такие условия географические. Просто нет других площадей, особенно в Малайзии, например. Вот культивар, например, ариза сатева индика, который вы в магазинах, да, рис индика можете встретить. Это один из примеров глубоководного плавающего риса. Это вот его культивирование. Но что там происходит? Потому что происходит очень интересная вещь. Дело в том, что под водой возникают условия гипоксии, да, то есть стресса, вызванного сниженным содержанием кислорода. И рис начинает синтезировать гормон этилен, такой, да, как раз гормон, связанный с абиотическими стрессами, ну, в частности, да. И этилен в данном случае, именно в данном случае стимулирует синтез гиберелинов. Гиберелины поступают туда, в вышестоящие узлы, да, и рис начинает вытягиваться. То есть он тянется, 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 пока не достигает, соответственно, атмосферы. Там концентрация этилена снижается, да, этилен летучий, и снижение концентрации этилена вызывает остановку роста вот этого глубоководного риса. То есть он, получается, торчит своими верхушками и дальше уже не вытягивается. Вот один из простых вам примеров взаимодействия двух гормонов. Вообще говоря, это очень частое явление, и гормональные, так сказать, переговоры, характерные для растения, образуют часто очень сложные сети. Хотя чаще между так называемыми как бы ростовыми гормонами и, условно говоря, стрессовыми гормонами чаще бывает антагонизм, потому что в условиях стресса чаще надо рост как бы остановить, вообще не надо его продолжать, затормозить. Но здесь как раз пример того, что такой гормон вызывает рост, наоборот, потому что это позволяет избежать тяжелых каких-то неблагоприятных условий. Ну вот, этилен улетел в атмосферу, синтез гиберелинов снижается. Ну, основные эффекты гиберелинов – это удлинение межтоозлей, растяжение клеток по иному механизму, нежели кислый рост, пробуждение спящих почек, прорастание семян и участие в инициации цветения в ряде случаев. Следующий гормон у нас – этилен. Этилен был открыт довольно давно, еще в XIX веке, русским ученым Нелюбовым, который в своей лаборатории работал на горохе просто, и освещалась лаборатория светильным газом. Светильный газ содержал смесь этилена, ацетилена, и он обнаружил такой странный эффект, что у него растения, горох, как-то плохо они растут, они какие-то низкие, у них не разгибается опекальная петелька, они утолщены, у них рост какой-то, иногда бывает, в общем-то, не вертикальный, не ортотропный. Вот, собственно, как выглядели эти горохи у него, это прямо как раз фотография из его работы. Публикация у него 1901 год, то есть самое-самое начало XX века, открыл он это еще чуть-чуть раньше. Это растения, которые первые росли в помещении в присутствии светильного газа, вторые получали воздух через фильтр, который задерживал этилен, третий, соответственно, получали воздух через фильтр, который не задерживал этилен, он, собственно, экспериментировал с фильтрами, чтобы хоть как-то понять, что же там получилось, какой компонент светильного газа влияет на растения. Ну, и он обрабатывал потом этиленом их на открытом воздухе, да, и получал как раз тоже, может быть, более, ну, менее сильные, да, более слабые эффекты, но тоже опекальная петелька плохо разгибалась. Вот. И был сформулирован тройной ответ на этилен. Тройной ответ – это не разгибание опекальной петельки, это изменение направления роста и утолщение гиппокотеля. Здесь на картинке справа вот мы видим аробидопсисы, все они такие как раз замечательные, с опекальной петелькой, с утолщенной, а один из них вот какой-то такой ненормальный, да, точнее, наоборот, вроде как бы выглядит как обычное растение, не обработанное этиленом. Это тест, так сказать, скрининг на мутантов по, либо по, ну, собственно, по чувствительности, да, по рецепции или там по ответу на этилен. Вот таким образом их тоже искали. Это уже, конечно же, гораздо позже, когда была возможность там получать мутанты и их отбирать. Это, конечно, аробидопсис. Вот некий спектр этиленовых ответов. Ну, этилен, конечно, будучи гормоном, который выделяется в первую очередь в ответ на механический стресс, он в общем и целом подавляет рост. Если вы вспомните историю про гравитропезм, я говорила, что там выделяется этилен, да, при высоких концентрациях ауксина. Как раз рост подавляется. Подавляется рост. Рост может, так сказать, приводить к утолщениям, да, то есть может растяжение клетки происходить, но при этом, собственно, не будет ориентации определенной микротрубочек и микрофибрилцеллюлозы. Из-за этого будет рост равномерный во все стороны утолщения. Образование механических тканей, да, образование вторичных проводящих тканей, вот. И интересные, значит, такие эффекты в целом, да, устойчивость к механическому стрессу, который обеспечивается не только какими-то анатомическими, да, способами, да, утолщиться, там, не знаю, себе клеточную стенку сделать какую-нибудь лигнифицированную, но еще и химическими путями, которые я покажу в дальнейшем, да, чуть позже. И интересно то, что этилен вызывает бурное образование корневых волосков. Значит, с чем это тоже связано? Ну, представьте себе, корень проталкивается в почве, да, постоянно взаимодействует с этими комочками почвы, каким-то там камешками и так далее. И, естественно, получается постоянно механическая вот эта стимуляция. И какое-то количество этилена, конечно же, выделяется. И для лучшего сцепления с почвой, лучшего поглощения, опять же, нужно образование корневых волосков. То есть рост в такой неоднородной среде приводит как раз к появлению большего количества корневых волосков, что, в общем-то, логично. Ну, и есть ряд, получается, да, неких эффектов, которые связаны, например, с осенним, так сказать, с осенними сезонными изменениями в листьях, да, и листопадом, сезонным листопадом, да, именно сезонным. И созревание плодов, ну, созревание ряда плодов, опять же, тоже зависит от этилена. Один из необычных эффектов – это то, что этилен вызывает цветение бромельевых. Но вообще-то не должен, да, никакое цветение он вызывать. Но здесь эффект следующий. Эпифитные бромельевые, которые там растут где-то, вот на каком-нибудь поваленном дереве, имеют розетку листьев. Эта розетка листьев живет в себе, живет, живет, а потом ее кто-нибудь сломал. Значит, понятно, что растение, скорее всего, погибнет, и перед этим оно старается поскорее зацвести, отплодоносить, и уже тогда погибнет. Поэтому этилен, например, используют иногда на полях, просто на плантациях ананасов. Говорят, что в давние какие-то более времена просто ставили плошки, там, с нефтью ее жгли, вот, и вроде как это стимулировало цветение и плодоношение. Ну, сейчас, я думаю, более цивилизованными методами действуют просто. Можно обработать, например, предшественниками тилена есть, молекулы коммерческие есть, препараты предшественников просто. Значит, что касается созревания плодов, здесь вот приведен такой классический пример плода, который зависит от этилена. Не знаю, те, у кого есть дача, может быть, сталкивались с тем, что снимают томаты недозревшие, потом складывают в ящики, сдвигают под кровать, и, соответственно, ждут, когда там это все дозреет, а может быть и перезреет, если, что называется, вовремя не спохватиться. Да, томаты классические как раз такие объекты. Собственно, вот стадии, в которой проходит плод при созревании. Начинается все сначала с деления клеток, это очень небольшая стадия по времени, дальше они растягиваются, 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 потом начинается, достигает уже практически конечного размера, и дальше начинается созревание. Сначала он фотосинтезирует, какое-то количество накапливает в себе углеводов в виде крахмала. Дальше хлорофилл уже дегратирует, накапливаются каротиноиды, происходит такое уже дозревание. Как раз на этих стадиях созревания важен этилен. И дальше уже, если плод будет долго находиться, либо отделенным, либо даже на ветке, он уже перезревает. Опять же, этилен стимулирует тоже и этот процесс в том числе. Что же там, давайте посмотрим, происходит. Вот стадия у нас растягивающегося плода и стадия, так сказать, зрелого зеленого. Еще пока. У него есть зеленый экзокорп, который состоит из кутикулы, и эпидермы одного слоя, и калинхима, который включает в себя несколько слоев, накапливает крахмал. И там есть остаточные как раз пластины. Мезокорп, это несколько слоев полисадного мезофила, который, между прочим, до 20% от общего количества углеводов доставляет самому плоду. То есть не такой уж и плохой там фотосинтез. Хотя, конечно, все равно надо, так сказать, кормить остальному растению эти плоды. И мезокорп характеризуется высоким уровнем эндорепликации, то есть количество ДНК достигает до 512 С, что, опять же, связано с биосинтетической активностью и с активным фотосинтезом, достаточно активным, учитывая, так сказать, бледненький весьма цвет, небольшое количество хлорофилла. И другие процессы, собственно, ассимиляции уже полученных, например, углеводов в виде сахароза, которые приходят от листьев, которые тоже нужно превратить потом в крахмал. То есть исходно накапливается крахмал. Ну и эндокарп, один слой клеток. Дальше, вот стадия, вот этот вот брейкинг, это как раз момент, где происходит резкий подъем синтеза этилена и происходит, опять же, несколько вещей. Деградация хлорофила, накопление каротиноидов и начинается подъем дыхания, потому что вот эти вот углеводы будут высвобождаться, в растворимую форму превращаться. И, собственно, вы можете как раз отличить такой зрелый плод от незрелого. Для яблок это, кстати, тоже характерно, просто окрасив плод на крахмал. То есть если окраситься на крахмал, то значит, он все-таки еще до конца не созрел, потому что впоследствии этот крахмал будет расходоваться на, собственно, синтез монодисхоридов, которые будут накопливаться в этом плоде. Но, опять же, это характерно не для всех плодов. По этому признаку плоды делятся на климактерические и неклимактерические. Климактерические плоды претерпевают мощный подъем дыхания, мощный подъем выделения этилена, который и стимулирует вот этот дыхательный взрыв. И климактерические плоды характеризуются тем, что они накапливают в себе крахмал, обычно крахмал, иногда это не крахмал, иногда это жиры, в некоторых случаях, которые потом уже могут расходоваться при созревании, окончательном дозревании. Поэтому климактерические плоды вы можете отделить и положить в ящик, не знаю, завязать там в пакет вместе с бананом, для того, чтобы лучше этот плод созревал. С неклимактерическими плодами такой фокус не пройдет, потому что они все еще снабжаются от материнского растения, до самого конца снабжаются. Поэтому, если вы недозрелую клубнику снимете, то, соответственно, ничего с ней не сможет, она дозреть, вот лежа, не получится, не накапливает крахмал. Ну, вот смотрите, какой список климактерических, так, ну, понятно, что это не все, просто как пример, там, яблоко, да, авокадо, банан, инжир, манго, олива, персик, слива, вот помидор, анона, например, груша, хурма, а те же вишня, да, огурец, виноград, клубника, вот некоторые мандарины, лимон, анонас, они относятся к неклимактерическим плодам и вот так не умеют. Есть, опять же, так называемые переходные варианты, например, киви. Вот опыт, который как раз нам показывает, что неклимактерические плоды получают на всех стадиях фотоассимилляты из зрелых листьев. Здесь у нас был меченый углерод, видит АСО2, был дан, и вот мы видим накопление изотопов в листьях и накопление потом изотопов в плодах. Транспорт происходит из ближайших листьев, которые принадлежат обычно тому же узлу. То есть, да, ну, это логично, что самыми активными будут, они являются донорами фотоассимиллятов. Вот. Собственно, поэтому, кстати говоря, если вы хотите, чтобы появились цветки плоды, то можно как раз удалять боковые побеги. Да, потому что если тут происходит активное кущение, да, ветвление, то, скорее всего, фотоассимиллятов, вот сигнал, опять же, количество содержания вот этой сахарозы будет недостаточно для того, чтобы запустить генеративное размножение. Ну вот, поскольку фотоассимилляты являются не только как бы источником питания, но и регуляторными молекулами, например, там, сахароза является, ей тоже, которая может регулировать вот этот переход. Из вегетативной фазы в генеративную. Что климактерические? Климактерические плоды претерпевают резкий подъем дыхания. Мы видим, да, вот сначала пик выделения этилена, и вследом выделение СО2. Собственно, вот этот как раз дыхательный взрыв. Значит, этилен инициирует созревание плодов путем активации, синтеза многих ферментов. Это различные гидролазы, пектиназы, киназа, мелаза. И плоды, соответственно, накапливают, у которых много хлорофила, у которых много пектина, органических кислот, крахмала, становятся, соответственно, без хлорофила, с накоплением каротиноидов или антоцианов. У них появляются сахара, меньше становится пектинов. И изоприноиды короткие, которые создают запах, соответственно, ароматные. Мы понимаем, что цвет и запах как раз важны для коммерческого использования новых сортов. Вот перед вами разнообразие сортов киви и сортов, например, яблок. Конечно, при получении новых сортов хорошо бы как раз управлять цветом и запахом. Поэтому может регулироваться процесс превращения хлоропластов в хромопласты. Соответственно, под, так сказать, вниманием прицельным это синтез специфических каротиноидов, например, ликопина у томатов, в связи с чем получают желтые, оранжевые томаты. Это связано с контролем синтеза пигментов. Синтез антоцианов тоже под контролем, может быть, у некоторых сортов. И, значит, вообще для регуляции этих процессов необходим довольно сложный сигналинг между ядром и пластидными, поскольку эти процессы зачастую имеют двойное кодирование и, например, требуют участия не только пластидного генома, но и ядерного. Значит, коммерческим тоже использованием важным отличаются различные мутанты, которые дольше хранятся. Вот вам пример. Мутант по полиглоктуроназе. Полиглоктуроназа разрушает полиглоктуроновые кислоты, то есть пектины. Мы видим, что здесь флавр-савр, это торговый знак, это мутант по полиглоктуроназе. Справа обычный томат. Они оба хранились просто при комнатной температуре. И, как мы видим, томат-мутант совершенно внешне не изменился. Правда, есть и оборотная сторона в этой медали, что зачастую эти мутанты, к сожалению, почему-то обладают меньшей ароматностью, не таким выраженным вкусом, что тоже, понятно, связано с синтезом специфических, например, изоприноидов, которые, видимо, могут блокироваться при этом. Ну, мы переходим к следующему гормону. Следующий гормон у нас абсцизовая кислота, которая была выделена из разных растений, разными, опять же, группами. Работали и в Советском Союзе, работали и на Западе. На Западе был выделен абсцизин, у нас был выделен дармин. Абсцизин получили, почему абсцизин, опадение коробочек. Дармин от слова покой, естественно. И вот еще бета-ингибитор тоже был получен. Потом оказалось, что все это одна и та же абсцизовая кислота. В плане разнообразия абсцизовой кислоты тоже, в общем, дело, как это обстоит, плохо. У нее есть изомеры, но, в общем-то, молекула это вот одна. То есть нету какой-то пестроты, как у гиберелинов, например, или у цитокининов. Где же происходит биосинтез абсцизовой кислоты? Во-первых, он происходит, конечно же, в семенах. Биосинтез происходит при переходе в состояние покоя. Уже на последнем этапе созревания. АБК синтезируется также в плодах, синтезируется в проводящей системе. И может транспортироваться, например, в плоды. АБК также синтезируется непосредственно в устицах. В замыкающих клетках устицы это очень важно, потому что, если вы помните, устицам нужно уметь быстро захлопываться при, например, каких-то неблагоприятных засушливых условиях. Поэтому нужно, чтобы устицы умели сами синтезировать кислоту, который регулирует этот процесс, который вызывает закрывание устиц. Вот некоторая карта эффектов абсциссовой кислоты. Что она делает? В общем и целом, если суммировать вот эти все эффекты, то оказывается, что АБК помогает растениям справляться с астматическим стрессом. Астматический стресс может быть разного происхождения. Это может быть засуха. Это может быть замораживание. При этом тоже возникает астматический стресс, естественно, потому что вода замерзает, соответственно, оставшийся раствор очень концентрированный. Это может быть засоление, причем самое различное, сульфатное, хлоридное, фосфатное. Разные типы засоления. Тоже будет абсциссовая кислота естественно это отвечать. И получается, смотрите, связанные с этим ответы. Закрывание устиц, чтобы не терять воду при таком стрессе. При покое семян абсциссовая кислота синтезируется, но семена, как мы понимаем, они очень сильно теряют воду. В них остается около 10% от исходного содержания воды. Представляете, все процессы затормаживаются, то есть происходит глубокий покой, и здесь абсциссовая кислота, конечно, тоже управляет процессом. Потом вынужденный листопад. Что важно, то что листопад сезонный регулируется этиленом, а листопад, например, в ответ на засуху, такое вот мы в Москве видели 9 лет назад, в 2010 году, когда была страшная засуха летом, и листья начали опадать с деревьев прямо в июле. Вот такой листопад, например, вызывает абсциссовая кислота. Зимний покой у растений тоже находится под контролем абсциссовой кислоты, то есть состояние глубокого покоя. При этом холодовой стресс часто находится частично под контролем АБК, частично это независимые какие-то тоже ветви, вообще не связанные с каким-либо гормоном. Покой и прорастание семян можно разбить на некие стадии. Значит, вот что мы видим здесь в качестве примера просто приведен орбидопсис опять же. Вот у него мелкая семечка, это крестоцветная, с мелкими легкими семенами. Вот зрелое сухое семя, вот красное, дальше что с ним происходит? Происходит набухание, набухание и начинаются процессы, которые сначала еще не видны, изменяется уровень гормонов, падает уровень АБК, возрастает уровень гиберелинов. И первая стадия это разрыв семенной кожуры. Разрыв семенной кожуры вот здесь можно пронаблюдать. Разрыв семенной кожуры, дальше происходит разрыв микропиллярного эндосперма. И начинается прорастание семени с зародышевого корешка. Вот стадия 2 уже появляется зародышевый корешок, стадия 3 удлинения зародышевого корешка и стадии 4 видны корневые волоски. Дальше уже все, уже молодой проросток получается. Абсцезовая кислота может подавлять стадию собственно говоря разрыва микропиллярного эндосперма и появление зародышевого корешка и его роста. Но после того, как зародышевый корешок дошел до стадии 4 абсцезовая кислота подавить, то есть задержать, затормозить развитие семени уже не может. Здесь она может выделяться, но она будет приводить к другим эффектам. Собственно уже считайте практически проросток есть, существует и надо просто у него включить какие-то механизмы защиты. Вот то есть получается что семя при прорастании так сказать может еще как-то вот остановиться если условия очень неблагоприятные если воды нет например если очень там какое-то засоление если холодно настолько что тоже воды не хватает все замерзше вот эти вещи могут в общем-то притормозить ну вот здесь показаны просто для сравнения семена аромидопсиса и гороха у которых соответственно количество эндосперма разная горох в общем-то запасную роль выполняют семидоли что происходит при созревании семена очень сильно теряют воду как я уже говорила до 10% и кроме этого оказываются в условиях гипоксии вот эта вот потеря воды синтез АБК вызывает разные на самом деле процессы во-первых это синтез запасных белков во-вторых это накопление ди и олигосахаридов которые выполняют в том числе и осмопротекторную функцию да то есть защищают от этого осматического стресса происходит накопление антиоксидантов но не ферментативной природы потому что ферменты ферментом в этих условиях трудно работать не ферментативные антиоксиданты это альфа-токоферол например да вот аскорбат кроме того происходит синтез белков теплового шока которые в общем и целом являются шаперонами и помогают белкам удерживать свою правильную так сказать структуру поддерживать что при этом еще происходит если это семя накапливает например жиры то ойл вот возникает подъем накопления жиров альфа-токоферол падает количество свободных метаболитов то есть каких-то там мономеров да вот и может потом немножечко количество свободных мономеров метаболитов вырасти за счет синтеза специфических обычно разных осмопротекторов то есть накапливаются уже например полиамины вот те же олигосхамиды какие-то вот которые могут защитить ну и количество кислорода конечно тоже падает в силу того что теряется вода значит так происходит высыхание да при созревании дальше ряд семян требует обязательно холодовой стратификации значит холодовая стратификация приводит к разным процессам во-первых она приводит к деградации АБК если конечно мы имеем дело с семенами которые требуют холодовой стратификации если это семена там растений умеренных широт которые должны обязательно пройти зиму то для них длительный холод является важным сигналом значит происходит деградация абсциссовой кислоты активация синтеза гиберелинов кроме этого снижается чувствительность к абсциссовой кислоте то есть не просто да она разрушается а сниже это означает что снижается количество рецепторов снижается количество рецепторов на клетку и клетка в целом к ней становится менее чувствительно и кроме этого очень важно активируются различные метаболические пути энергетического обмена активируется бета-окисление если мы бета-окисление глиоксилатный цикл если мы имеем дело с собственно накоплением жиров цикл трикарбоновых кислот окислительный пинтоз фосфатный путь брожения и другие при этом часть транскриптов как я уже сказала части мрнк накапливается еще до даже не просто до начала прорастания а еще до стадии покоя то есть где-то в самом конце эмбриогенеза накапливаются эти транскрипты поэтому ну в общем-то не все перечисленные гены контролируются гиберелинами и абсциссовой кислотой то есть иногда просто как бы запас еще с тех времен когда семя было активно прорастание семени собственно пример вот смотрите покой чем и чем преодолевается покой если толстые семена кожура преодолевается собственно говоря скорификации к примеру это повреждение семенной кожуры вызванное огнем перевариванием повреждением кожуры там при разных условиях например по действиям кислого ph потом циклами замораживания оттаивания ну то есть какие-то вот такие вещи вызывающие повреждение семенной кожуры примером являются например протеины или семена хвойных вот в случае с протеинами речь идет там об огне да вот среди них есть перофиты тонкая семена кожура это покой преодолевается конечно светом или темнотой есть семена у которых свет ингибирует прорастание а есть семена например латук да у которого свет стимулирует прорастание развитие может не идти просто без определенных факторов например там нужны специфические источник азота нужен виде аминокислот а эти аминокислоты могут быть поставлены ну вот только симбиотическими грибами вот в качестве примера можно привести кактусы эти орхидеи а быка в качестве ингибитора преодолевается стратификации То холодовой это большинство злаков умеренных широт могут быть в семенной кожуре например фенольные соединения в качестве ингибитора эти пациент дождями в качестве примера можно привести кактусы но фенольные ингибиторы в семенной кожуре также характерны например для орхидей вот и там это преодолевается обычно тоже симбиотическими грибами которые снижают их содержание следующий раздел наш это брасиностероиды следующий гормон была давняя мечта у биологов растений вот открыть стероидные гормоны у растений вроде у животных вот есть и очень важны ну наверное должны же они быть и у растений довольно долго искали но надо надо сказать что наводки и первые так сказать предположения были еще в сороковые годы сделаны чего вот например проростки фасоли да на свету обработаны экстрактом из пыльцевых зерен кукурузы видите мы там видим усиление именно рос роста растяжением но выделили относительно недавно брасиностероиды выделили из пыльцевых как раз и орен брасика на пус это рапс да вот он перед вами красавец и получили брасинолит когда начали исследовать это вещество оказалось что она действительно регулирует уровень отхождения листа уриса причем это эффект концентрационной да то есть от концентрации зависит но с чем связано связано с неравномерным делением клеток на верхней и нижней стороне терпеса видите вот когда сверху клетки клетки активно делятся то угол прям такой очень острый лист прям падает вот ну вот видите например какая картина получается по крайней мере это классический тест на брасин стероида найдены они во очень во многих группах растений это не только покрыт покрыта семенные это еще и голосеменные это у хвоща вот найденные маршанцы и даже даже у водорослей у хлореллы есть брасиностероиды дал на гидродикте у не показали вот со стазеры и вот других физиологические эффекты собственно их таковы можно сказать что брасиностероиды это такие не спринтеры да в растительную ростовых реакциях а такие стаеры то есть они направлены на поддержание на длительное поддержание роста вот смотрите все вот эффекты в основном они как раз говорят именно об этом росте растяжением довольно длительным во первых быть просто вот побеждesh а реакция роста клеток вы видели вытягивания вот этих проросков фасоли на первой фотографии а ауксины гибереллины top 7 начинают гибереллины и дальше поддерживают берегин истероиды поддерживают длительно такой синергизм с ними получается дальше почему в пыльце да почему в пульсе то прессиностероиды потому что они отвечают за рост пыльцевой трубки зовут именно вот этот рост растяжением достаточно длитим собственно мутанты по синтезу или ответа оказываются со сниженной фертильностью вот собственно как раз исходно наблюдали когда только-только открыли просить стероиды вот как раз наблюдали какие-то и именно изменения фертильности думали о астероидные гормоны в растений тоже как-то связан с репродуктивной функцией но вот в данном случае это совсем другой механизм рост и рост тычиночных нитей кстати говоря длительный рост межтоузли как мы уже сказали и смотрите рост в длину клеток столбчатого мизофила интересно что мутантов нормальный столбчатый мизофил не образуется он у них губчатый вот у мутантов по синтезу и ответа потом это усиление гравитерапической реакции для них далее в россии на стероиды подавляют образование боковых корней и стимулируют дифференцировку ксилемы но и в больших дозах опять же видимо уже в таких как как это сказать не совсем физиологических они повышают устойчивость к стрессу стрессом различным то есть это адаптогенный такой эффект у них к стрессом низкотемпературным водному дефициту к атаке патогенов вот они растениям помогают быть более устойчивыми и на основе этого был создан препарат и пин и он же и пи брасинолит то есть то что там содержится и пин сельскохозяйственный препарат как раз адапта генным эффектом то есть рекомендуют им обрабатывать растения именно для того чтобы повысить устойчивость к там к стрессам чтобы они лучше там при заморозках выдерживали их и так далее то есть вот так такой эффект хотя казалось бы тут такие физиологические эффекты которые можно было бы эксплуатировать прям с удовольствием но нужны более низкие концентрации для этого стреколактоны относительно тоже недавно открытый класс фитогормонов вообще стреколактоны были известны сходно как сигналы для формирования арбускулярной микоризы и сигналы для прорастания паразитических растений рода стрига собственно откуда название стреколактоны но конечно мы понимаем то с вами что какое же растение в своем что называется уме будет выделять специальные вещества чтобы привлечь паразитическое растение до чтобы семена стриги прорастали вот но естественно это было не специально сделано исходно конечно стреколактоны сигналы для арбускулярной микоризы для привлечения грибов необходимых но на самом деле функции их шире собственно что их позволило считать фитогормонами оказалось что они тоже оказывают некий программный эффект поскольку стрига лактоны являются неким запросом на вот минеральные вещества то есть это сигнал о том что чего-то не хватает а особенно остро они реагируют на фосфор на нехватку фосфора но и на другие миральные элементы тоже что начинает модифицировать архитектуру корня и менять архитектуру побега потому что если не хватает минеральных веществ у как бы архитектура по побега должна расти по принципу нам не до жиру быть бы живу вот вот поэтому такая получается такое комплексное действие но мы видим что лактона они да поскольку есть лактонное кольцо ну вот есть некоторые разнообразие стрига лактонов ну как сигналы для других организмов соответственно это вот грибы которые арбуз кулярными к микоризу образуют и например вот арабанха или стрига вот здесь вот к примеру изображены вот эти мощные до товарищи это растение ору арабанха вы его можете встретить ну не знаю насколько на юге россии может быть где-то на вот в степной зоне я вообще его видела в армении причем на самом юге армении это арабанха она надо сказать впечатляет вот ну хорошо живет на других растениях арбуз кулярная микориза до характеризуется возникновением вот таких вот как бы сгустков до арбузку с проникновением гифов гриба внутрь клеток ризодермы непосредственно так вот она плохо видна в отличие от норма обычных эктомита и микориз она обычно не очень заметно да то есть это заметно может быть по изменению там цвета корня но там действительно гифы гриба прямо вот внутри находятся этих клеток значит в развитии растения они оказывают довольно большую роль поскольку есть вот принцип экономии минеральных веществ если синтезируется много стригалоктонов это обязательно повлияет на архитектуру не только корневой системы которая будет распространяться там кроме волоски будут большем количестве появляться но и на архитектуру побеговой системы потому что ветвление надо снижать из-за этого до ветвятся корни и не ветвятся побеги видите вот мутант по биосинтезу стригалоктонов вот арабидопсисный причем мутант нам показывает такое мощное мощное кущение то есть они стригалоктоны в норме ингибируют развитие побегов из пазушных почек в надземной части получается они нам вносят еще один уровень сложности во взаимодействии ауксинов и цитокинина то есть как минимум триоксина цитокинина и еще стригалоктоны регулируют вот это ветвление следующий раздел я буквально бегло наверное вам что-то смогу рассказать о вторичном метаболизме растений вот иногда так иногда образно до называют его таким министерством иностранных дел растений поскольку основная все-таки функция вторичных метаболитов экологической то есть взаимодействие с окружающей средой с другими организмами эти другие организмы могут быть как друзья какие-то лилопатические взаимодействия так и враги так и конкуренты в общем то поэтому это широкий такой спектр взаимодействий вторичные метаболиты просто по своему определению что такое вторичный метаболизм они специфичны для разных видов растений то есть это вещества которые не синтезируются абсолютно во всех растениях их синтез специфичен для конкретных видов родов там да и синтез ответвляется от биосинтеза всех остальных то есть первичных метаболитов какие-то вот такие боковые специфические веточки которые возникают в тех или иных растениях основные группы это алкалоиды изоприноиды фенольные соединения и минорные группы вторичных метаболитов при этом все эти группы могут также существовать в форме гликозилированной гликозидной быть гликозидами и собственно могут не иметь на себе сахара то это они называются агликонами и ну по одной из классификации раньше выделяли гликозиды да но получается что гликозидами может стать практически любой класс соединений поэтому смысла этого большого не имеет алкалоиды азота содержащие вторичные метаболиты тоже имея довольно сложную свою классификацию многие из них являются в общем-то смертельными ядами например атропин из атропа беладонны да вот канинин из болиголовы никотин из никоциана табаку изоприноиды имеют своей основе структурную единицу изопрен да и но как мы понимаем с вами изопрен плюс изопрен ничего не получится особенно в условиях растительной клетки да то есть при тех температуре давление тогда вот поэтому не изопрен конечно а изопентенил дифосфат и его изомер диметилалил дифосфат которые получаются имеют такие вот как бы уже липкие концы то есть имеют вот эти вот пирофосфатную группировку которые гидролиз которые вызывают выделение энергии и соответственно возможность реакции конденсации таким образом c5 фрагмент это исходный то фрагмент для синтеза в принципе это такая сборка из гибкого конструктора но вот здесь справа просто некий пример того вот из c15 до соединения тот фронизил дифосфат фрагмент фпп то фронизил дифосфат вот некое гибкое соединение с которым могут свернуться разные структуры ну вот мы сейчас сказать здесь такой маленький обзор сделаем c5 то называется гемитерпены на самом деле обычно как отдельные метаболиты не существует только как но источник то для синтеза c10 c5 плюс c5 равно c10 c10 монотерпены монота 1 c5 присоединяем получаются сэскви да то есть полуторные c15 с квитерпены вот эти c5 c10 c15 соединения не все являются летучими то есть это компоненты эфирных масел летучие метаболиты собственно в качестве примера кого можно ментол привести до компонент эфирного масла мяты там гераниол герани там линолол эфирные масла ромашки например азулен вот и другие ну то есть их масса то дальше если c10 опять конденсируется получается c20 соединения c20 называются дитерпены так сказать уже более солидные длина молекулы крупнее длина молекулы больше в связи с этим они не летучие c20 это обычные компоненты смола да вот у хвойных растений там качестве примера можно привести некоторые смоли смоляные кислоты да соответственно да тоже такую защитную роль играют если еще c20 присоединится c10 получаются 3 терпены до c30 3 терпиноиды 3 терпены это важный класс вторичных метаболитов из которых уже может свернуться стероидное ядро да то есть среди них есть например очень-очень интересные соединения к миру ком фитоэкдистероиды то есть вещества которые имитируют гормоны линьки насекомых они синтезируются в ответ на какие-то атаки до например насекомыми и собственно вызовом вызывают такие неблагоприятные для них эффекты такая защита среди них есть на самом деле очень ядовитые соединения есть лекарственные например метаболиты женьшеня известные до генетинозиды относятся к 3 терпеновым гликозидом то есть 3 терпены сахар вот среди них есть также сердечные гликозиды тоже относятся к 3 3 терпеновым гликозидом то есть на основе вот этих стеро стероидных колец есть очень большое разнообразие структур то есть из этого c30 да просто c30 вот этой ниточки можно очень много всего свернуть интересного ну и c40 если c20 плюс 120 дамость возьмем получаются уже c40 это тетра терпены обычно это как раз каротиноиды нам уже известны в принципе метаболиты первичного до метаболизма но среди них есть некоторые каротиноиды специфичные для определенных растений например там каротиноиды в жгучем перцы капсорубин там капсантин который придает определенный цвет до такой яркий они можно их можно считать вторичными что делают изоприноиды то но среди них есть инсектициды до альфа и бета пенены мерцин камфен перитрен это соединение коротенькие в общем то небольшие где-то опять же c10 c15 летучий которые вот могут оказать инсектицизм и действия среди них есть те которые обладают алило патическими свойствами для обмена так сказать между растениями информации вот репелленты отпугивающие то тех же насекомых есть опять же метаболиты которые работают против травоядных да например 18 цена и вол и те которые привлекают опылители на самом деле вот эти летучие компоненты очень важны именно для общения между растениями и теми кто им мог бы быть полезен каким-то насекомый начну здесь про просто картинка который демонстрирует их разнообразие то и содержание вот например там линолоол тот же самый который содержится в общем-то в различных то растениях там цитральный монет гераниол и вот к примеру и они конечно придают вкус и запах таким растениям фенольные тоже не бесполезные совершенно соединения ну понятно что на чем они основаны они основаны на фенольном кольце среди них есть тоже содержащие одно кольцо кольцо содержащие два кольца 3 либо содержащие много колец по уже полимерные фенольные соединения вот во-первых фин финал и являются важными компонентами чая кофе и в зависимости от фенольных компонентов от фенольного окружения на самом деле кофеин оказывает немножко разные действия и кофеин оказывается вот как бы в разном окружении то есть здесь вот в кофе кофеин оказывается окружение кофейной там фируловый синаповый кислот в окружении монофенолов например овчая например он оказывается в окружении катехина в чая вот вот резвератрол из красного вина например и другие метаболиты ванилин тоже мона соединение с одним фенольным кольцом и прочее 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 значит функция в них разнообразны это и антиоксидантные очень важно для фенолов функция антиоксиданты и это функции связанные с синтезом каких-то токсичных соединений в меньшей степени вот защитные и функция собственно цвета придавание окрашивания и запаха экологическая функция вот как раз связано например во многом с выделением летучих соединений вот эти летучие соединения листам которые выделяются когда лист кто-то жует вот пожевал кто-то лист выделяются вот эти вот видите коротенький изоприноид гексинальда камфора циниол и так далее что же они означают на самом деле они являются важным сигналом вот в качестве примера здесь вот рассмотрено поеданию фасоли лимской вот есть для до вось есть паутинный клещик и есть вот эти вот гусеницы до которые жуют листья соответственно вот эти вот все все нежелательные товарищи вызывают вот этот вот сигнал поражения вот видите дырка да собственно где которую проели здесь начинается повышение резкое повышение уровня кальция то кальциевая волна в общем-то вход кальция в клетку это вызывает повышение уровня гормонов жесмонадов которые как раз связаны именно сбить и с ответом на биотический стресс вот они вызывают выделение этилена этилен летуч сигналит другим растениям другие и другим там листьям например того же самого растения возникает индукции синтеза видите терпиноидов то изобреноидов терпеносинтазы и эти терпиноиды летят дальше вот ну вот при атаке гусениц например у этой фасоли кстати говоря для того чтобы понять что важно именно само жевание до само вот это механическое повреждение или какие-то иксудаты которые но содержатся в слюне гусениц то есть что что то что она выделяет ли какие-то молекулы для этого сделали робота механического механическую гусеницу которая жевала для сделал дырки ровно такие же как для делают вот эти гусеницы вот и оказалось до при использовании механической гусеницы что правда важно важно именно сама дырка определенным образом проделаны и не то что это и там гусеницы или ее робот вот что выделяется вот выделяется вот этот спектр изоприноидов который вызывает который является хемоатрактантами они привлекают паразитических ос которые летят и дальше откладывают яйца в этих гусениц собственно принцип враг моего врага мой друг здесь сложное такое получается более сложные взаимодействия и сигнал не только для соседних растений но и для вот таких животных таким образом вот эти летучие вторичные метаболиты являются и привлечь не только привлечением до насекомых опылители привлекают они выполняют защитную функцию являются средством общения значит летучие эти соединения воспринимают на самом деле ее могут эту информацию так сказать считать другие поедатели там гусеницы жуки клещи для вот обычно все таки это организмы того же вида что и те кто атаковал растение то есть они воспринимают вот этот тоже умеют считывать этот спектр летучих соединений другие растения тоже и наконец хищники до всякие паразиты которые нападают на поедателей вот таким образом то есть растение посылаете сигналы она скажем так эту информацию хочет она то она того или не хочет передается вот таким разным другим объектом другие примеры тоже есть например корни туи поражают личинки долгоносика а в ответ эти корни выделяют такие соединения которые привлекают паразитических нематод поражающих личинок долгоносика вот кукуруза ее корни поедает жук такой который тоже соответственно страдает потом от паразитических нематод вот вот такие тоже есть пример взаимодействия значит но было очень интересно на самом деле а что же важно да вот может быть важно какое-то одно вещество не сразу все а вот и пробовали создать искусственную так сказать некую матрицу запахов и посмотреть привлечет она до соответствующие насекомое или не привлечет или там насекомые насекомое может быть нематодом в данном в данном случае экспериментировали на этих самых осах значит заменяли какое-нибудь одно на другое значит замена давала так сказать негодную матрицу то есть заменять нельзя дальше выяснили соотношение до меня ли соотношение вот этих компонентов то есть оказалось что важно не только кали но не только сами важны компонента но еще и их баланс то есть вот в этой самой матрице запаха здесь оказывается они считают не просто еще вот это все как бы перечень но еще и их доли то есть получается что возникает довольно точное распознавание конкретного набора так сказать до элементов вот этих запахов летучих изоприноидов которые действительно получаются такой мощный способ коммуникации сейчас ими очень активно занимаются даже возник очередной термин на эту тему волатилом да по аналогии с геномом протеомом метаболомом теперь есть волатилу даву волатил летучие волатил компаунт ну собственно вот растение соседними растениями тоже общаются во первую и общаются между собой по воздуху части растения также до листья верхней нижней до дальше аллелопатические эффекты там ингибитор ингибирующие прорастание соседних растений да и сигналы о том что кто-то напал например до сигналы защиты которые летят вот к соседним уже крупным растениям на большее расстояние принципе сигналят они довольно далеко считается что крупный там хвойный какой-нибудь сосновый бор может на несколько километров своими летучими соединениями сигналить о себе компоненты которые участвуют в этом летят изоприноиды ну к примеру алидогиды да вот такие вот синтезируются в ответ фитоалексины фитоалексины это вторичные метаболиты которые будут уже передвигаться по самому растению и непосредственно бороться с как раз какими-то патогенами например до атака микроорганизмов вот серый гниль на винограде до известный такой патоген ботритис да ботритис ценерея серый гниль на винограде вызывает синтез фитоалексинов при этом летят изоприноидные соединения которые вызывают синтез фитоалексинов в соседних растениях ну и внутри растения тоже могут так сказать на соседней там ветки например фитоалексины весьма токсичны собственно растения могут защищаться разными способами они могут укреплять при этом клеточную стенку синтезе включая системную защиту например у томатов синтезируется там специальный такой белок короткий пептид систамин могут синтезировать ферменты протеазы полифенолоксидазы и привлекать различных врагов своих поедателей какими еще могут можно способами застращать этих поедателей например алкалоиды смотрите многие растения алкалоиды синтезируют сами либо вот есть пожалуйста такой симпатический гриб который живет с овсяницей луговой и этот уже гриб синтезирует алкалоиды в связи с чем овсяницу ну соответственно никто не ест вот такая красивая история история про цианогенные гликозиды тоже довольно известная что это за история она очень распространена вообще для вторичных метаболитов и связана нас компартментации их дело в том что как я уже говорила часто они находятся в форме гликозидов самые разные формы и гликозилированная форма обычно но это либо транспортная форма да то есть если нужно они становятся лучше растворимы и хорошо транспортируются либо эта форма неактивная то то есть это такой способ их сохранить в таком состоянии каком-то пассивном для этого в вакуоле хранятся гликозиды в данном случае цианогенные ну говорящие до название то есть генерящие цианид до cn вот видите связан с сахаром это вот общая формула радикалы тут могут быть разными и дальше при действии в этой гликозидазы происходит отщепление цианида выделение его когда же они встречаются с бета гликозидазы встретиться они могут только в одном случае если вы коли разрушится они попадут цитоплазму и в цитоплазме находится собственно бета гликозидазы они откусывают цене ты он выделяется ярким примером цианогена гликозидов является амигдалин из ядер миндаля почему собственно сырой миндаль и ядовит в общем-то для человека там сколько-то 8 по моему ядер смертельная доза для ребенка дошкольного возраста значит не протеиногенные аминокислоты еще один хитроумный способ обмануть никто не значит подделки да понятно что ранее которые растения например вот канавалии мечевидные может синтезировать не протеиногенную аминокислоту канавалин который очень похожи на аргинин но все-таки не аргинин поэтому они могут встраиваться в белки белки получаются нефункциональные и как бы очень-очень даже все это очень плохо кончается что еще бывает еще бывают фотосенсибилизаторы некоторые вторичные метаболиты являются хорошими фотосенсибилизаторами вот например гиперицин и зверобоя знаете да почему зверобой называется зверобоем почему он зверобой вот поскольку он как раз содержит в себе фотосенсибилизатор не такой сильный как у борщевика все-таки борщевика вот справа псоролен и за псоролен до борщевика сосновского я имею ввиду но тем не менее тоже поэтому гиперицин собственной усиленное потребление зверобоя вызывает повышенную чувствительность к ультрафиолету поэтому чай очкам со зверобоем там сильно увлекаться не стоит сколько-то можно но зверобой все-таки такая вещь в умеренных дозах должна поступать поэтому тоже тоже принципе способ защититься танины до танины тоже могут синтезироваться так сказать под действием до определенных факторов это но очень известная история про антилоп куду которые в одном африканском заказнике погибли внезапно по непонятной причине жили они в вольере жевали листья акации и вдруг в какой-то один непрекрасный день и у них у всех случилось мощное несварение желудка они погибли вот начали выяснять в чем же то дело оказалось что акация от постоянно это одна и та же акация от постоянного вот этого жевание 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 да вот этого механического стресса там запустился синтез вторичных метаболитов синты были синтезированы высокие количество большие количество танинов то в этих акациях в листьях акации и танины оказали соответственно дубильный как мы понимаем до эффект продубили их желудки полностью они связывают эффективно белки и вызывают вот такое полное несварение но главное то что этилен выделяющийся при механическом вот этом сигнал это этилен так сказать про сигналил всем листьям этого дерева и они эффективно вот так вот переключились включили усиленный синтез танинов хотя в небольшом количестве они не вредят эти танины чем-то ничего страшного это конечно же не все тут очень трудно перед перечислить в общем-то все функции есть и природные фунгициды например из класса стильбенов это фенольные соединения с двумя кольцами флавоноиды из трех колец фенольные соединения содержат например вот имеют дыхательный яд ротенон то тоже из ядовитых и другие много-много других соединений как я думаю вы узнали изображен джиншень и гинзинозид тритерпеновый гликозид из джиншеня вот который в нем содержится у меня есть для вас слайды про алкалоиды поскольку эта группа на самом деле очень интересует обычно всех вот и мы немного немножечко сделаем маленький обзор таких каких-то отдельных алкалоидов без до эфедрин но сейчас его действительно например нет нет не лсд лсд это это лизергиновая кислота предшествия ну эфедрин сейчас тоже считаю считаю таким соединением которую может вызывать привыкание поэтому значит про то алкалоиды но собственно я уже отдавала определение алкалоиды что это соединение до содержащий азот очень такой широкая но азот может быть в кольце азот может быть в боковой цепи или алкалоиды могут вообще быть как бы без кольца в данном случае это был про то алкалоиды содержит азота в боковой цепи вот например эфедрины из эфедры действие у него схожи на человека действие схожи на с адреналином вот вызывает расширение бронхов поэтому применяется при бронхиальной астме очень активно капсаицин содержащийся в стручковом перце вот мы видим тоже дал азот в боковой цепи ну применяется он конечно в кулинарии это оказывает такой возбуждающий аппетит действия улучшает пищеварение и является местным раздражающим таким возбуждающим средством собственно по капсаицину обычно измеряют остроту перца чили есть там даже некие капсаициновые единицы содержания поэтому некоторые перцы чили особенно острые с высоким содержанием они в кулинарии просто не применяются поскольку это опасно ну к про то алкалоидом также относится колхицин вот посмотрите видите три кольца но азот тоже в боковой цепи очень красивое растение я его так сказать мне мне посчастливилось его видеть в дикой природе но вот без времени колхику то колхицин очень известная в биологии вещество колхицин является цитостатиком поэтому он используется активно естественно при исследованиях деления клетки и в медицине было ограничено на самом деле используется при некоторых раках вообще говоря вещество для человека весьма токсичное естественно да нет его от нас из-за из-за зота его относят к про то алкалоидом да да они совершенно верно ну нет но как бы не в составе не туда не в составе гидроцикла ну да а уже какие там кольца это уже другой вопрос нет там действительно синтез может идти например по какому-то там ну сначала вертом изобреноидному или фенольном пути потом там оказывается азот и его относится к алкалоидам но дальше идут некоторые примеры гидроциклов до пиролитиновые алкалоиды среди них никотин да хорошо известный инсектицид сильный яд вызывающий паралич нервной системы собственно вызывает понятное дело физическую зависимость и среди пиролитиновых алкалоидов есть еще один инсектицид который называется она базе ну посмотрите вот никотин да эти молекул а вот она базе ну в общем то есть наверное сходство да вот некоторое сходство есть много его использовали раньше для отвыкания от от курения но все-таки тоже довольно ядовитое вещество пиролитиновые алкалоиды кониен сильный яд считается что кониен входил в состав то есть смеси которые отравили сократа вот собственно кониен например кониум макулятом полиголов его содержит действует на периферическую нервную систему его отравили сократа ну и вот кониен кстати говоря сарацине тоже насекомоядное растение содержит в нектаре в общем-то по понятным причинам удобно лобелин пиридиновые алкалоиды вот наверху колечко до лобелина семян лобелии тоже средство для от так сказать отвыкания от курения но возбуждает при этом дыхательный центр принципе лобелин но довольно опасное тоже вещество вот поскольку она снижает артериальное давление возбуждает дыхательный центр можете все представить какой эффект может быть при больших концентрациях пуриновые алкалоиды ну собственно говоря вот самый известный это кофеин понятное дело содержится во множестве растений тоже инсектицид обратите внимание но его используют как первичное средство при отравлении даст ему стимулятор наверно самый известный вот у нас кофе чай да и соответственно другие какао матэ вот гуарана вот она пожалуйста гуарана то есть различные вот растение которые содержат кофеин еще очень 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 важные хинолиновые алкалоиды вот видите с двумя кольцами такими среди них самый известный это хинин опять же типичный яд но уже к счастью для плазмодиев до действует с напротив малярийного плазмодия правда сейчас говорят что к нему уже тоже большая устойчивость у этого самого плазмодия имеется из-за хинолиновые алкалоиды среди них очень важен когда кадын который уменьшает возбудимость кашля у центра известны лекарства от кашля правда тоже рецептурная вот ну и морфин который вначале был просто там панацеи прекрасного обезболивающего только впоследствии обнаружилось что он вызывает привыкание и зависимость вот в связи с чем конечно его перестали применять медицине практически другие из-за хинолиновые алкалоиды вместо кадеина который все-таки тоже достаточно опасен в плане возможной зависимости используют главу глауцин вот глауцин из глауциума флавума и он не вызывает привыкания известные в америке средства и пикакуана может кто-то слышал до рвотный корень содержит и за хинолиновый алкалоид и метин вот в малых дозах отхаркивающие средства вот на и в больших ну а у нас есть на самом деле замена и аналог этого и метина этот термоопсис отечественной вот пожалуйста термоопсис отечественный аналог относится правда это вещество к хинолизидиновым алкалоидам вот видите какое колечко азот и наконец тропановые алкалоиды очень интересная группа у которых конденсированные два кольца пиролидиновые и пеперидиновые ну вот видите как так сказать довольно сложная структура это атропин и его стереоизомер гесциамин да вот d форма это тропин l форма это гесциамин содержится в атропа белладонна красавка белладонна семейство пасленовая но собственно у красавки белладонны все органы до растений абсолютно все ядовиты вот то есть является действительно сильным ядом но про использование атропина я думаю вы знаете хорошо там раньше по крайней мере его активно применяли офтальмологи для принудительного расширения зрачка причем действие его достаточно долгое долго сохраняется сейчас применимость его уже ниже при этом принципе при некоторых психических заболеваниях атропин тоже применяли даже вводя пациентов атропиновую кому но этот метод конечно вызывал большие сомнения и сейчас атропин все-таки меньшей степени гораздо в медицине с большей осторожностью применяют вот вообще к тропановым алкалоидом в основном относится очень ядовитые сильно действующие соединения такая опасная группа так ну собственно говоря на этом я закончу поскольку тут можно рассказывать очень много вот спасибо за внимание